Привет всем, кто хочет жить в стране для жизни. Сегодня мы поговорим с одним из белорусов, точнее белорусок, которая уже очень давно живет в США, и обсудим уровень жизни там и здесь, сравним некоторые позиции, вам будет интересно. Поможет мне Катерина. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте. Сколько лет вы находитесь в США уже? 14 лет. 14 лет. Как туда попали, как это случилось? Играла в баскетбол, и играла за юниорскую сборную, за кадетскую сборную. И меня присмотрели в Испании на чемпионате Европы. И как бы начала разговаривать с тренерами. Я говорила по-английски, начали разговаривать, начали общаться. И как бы меня туда забрали играть в баскетбол и учиться. До сих пор играть? Я уже не играю давно. Ну, закончила играть. Ну да, закончила университет, и в итоге осталась в Штатах. По какой там специальности учились? Маркетинг. Маркетинг? Да. Это как-то с баскетболом не очень связано? Ну, как бы, с баскетболом не связано, но в Штатах это абсолютно нормальная практика. То есть, как бы, не так, как здесь, что в основном нужно учиться обязательно на тренера, если ты занимаешься баскетболом, футболом и так далее. Это абсолютно нормально. Ты выбираешь себе любую специальность, попутно играешь в баскетбол или во что-либо, и, ну, как бы, и учишься. Дорого учиться? Ну, мне было бесплатно. Бесплатно? Почему? Ну, потому что я играла в баскетбол. А, вот так вот. Вы за университет, наверное, еще играли? Ну, конечно, да. Я играла за университет и тренировалась, играла, представляла университет, поэтому все было бесплатно. Круто. И сколько лет вот вы вообще не приезжали в Беларусь, потом приехали, окунулись и сравнили немножко? Получается, что 11 лет. 11 лет не приезжали вообще? Ничего себе. И вот первое впечатление, когда приехали, то есть это что-то замерло в 90-х или как это? Нет, наоборот. Наоборот, первое впечатление было очень хорошее, потому что я приехала в Минск. Было очень красиво. Очень много моллов понастроили. Очень, ну, новые какие-то станции метро, о которых я даже не знала. Все было очень-очень красиво. Потом, конечно, уже на третий день попала немножко в другую реальность, когда меня в больницу забрали. Что там такое бросилось в глаза? У меня воспалилась щека, и меня забрали по скорой. Ну, как бы сначала я-то думала, у меня нет медицинской страховки, а в Америке на скорой, когда забирают, это тысяча долларов сразу автоматов. И я им говорила, не надо, не надо меня забирать, я сама доеду на такси. Но в итоге меня забрали, ну, люди были очень хорошие. Когда я приехала в больницу, мне помогли, прописка у меня Борисовская, поэтому то, что меня забрали в Минске, ну, как бы это было хорошо. Они там уговорили, поругались даже с больницей, чтобы меня именно взяли. Это была суббота. Ну, а потом дальше, как бы, условий не было, да, там даже в туалете туалетной бумаги не было, дверь не закрывалась. Доктору было очень стыдно, причем он мне сам об этом сказал. Туалетной бумаги нет туалета? Нет. В Минске? В Минске. Какой номер больницы? В Курасовщине, девятое, по-моему. Это в каком году было? В восемнадцатом. В восемнадцатом году? Два года назад? Да. А они вообще, как говорят, у них там закончилось или ее там не было никогда, что они сказали? Нет, но я просто, я ждала, и я пошла в туалет, и как бы я ждала, я очень долго там пробыла, потому что на доктора вызвали еще почему-то милицию, потому что он кому-то сделал больно, когда я перевязывал. Это был единственный дежурный врач, который, ну, в принципе, он был очень хороший, но просто у кого-то, мне кажется, поехала крыша. То есть я там сидела очень-очень долго. Когда я пошла в туалет, дверь не закрывалась, и думаю, ну ладно, я смотрю, нету туалетной бумаги. Я выхожу, говорю, а медсестрам говорят, девочки, а туалетной бумаги нет. Они говорят, так она в девяносто четвертом году закончилась. То есть в Беларуси она была, но была до девяносто четвертого года, и вот эти все... По их представлениям. Потом доктор говорит, что какая-то француженка тоже попала так в больницу, она ему говорила по-английски, что дверь не закрывается, а ему было очень стыдно, и он делал вид, что, ну... Не понимает. Не понимает. Ну, как бы люди были хорошие, медсестры были хорошие, доктор был хороший, доктор тоже повздыхал, что его там какие-то однокурсники уехали в Америку, и там хорошо живут, а вот он говорит, что это достаточно часто, что здесь можно вызвать милицию на врача, оказывается. А что он там, садист какой-то был, или что? Нет. Как он больно сделал? Как он его веселит? Ну, он делал перевязку человеку, у которого гнойная челюсть. То есть как там не сделать... То есть ему больно, потому что загноение серьезное? Да. Но на него вызвали милицию, что это не очень аккуратно, может, там... Да, и разбирались. И в это время все сидели... В США такое видели, что на врача, чтобы вызывали прям там милицию? Нет. А вообще, там есть туалетная бумага? Там есть туалетная бумага всегда. И дверь закрывается. И дверь закрывается. Блин, ну там... Вот мы уже узнали, что на скорой тысяча долларов это с тебя забирают, да? Ну, как бы если нету страховки. У нас как бы бесплатно, да? У нас бесплатно. А сколько эта страховка стоит? Нас так пугает, что в США там это прям какой-то космос медицина. Вот в Беларуси все бесплатно. Но зато вот такое. Двери не закрываются, бумаги нет. Да. Препаратов нет. Вы не сталкивались, что нет лекарств, которые нужно самому купить, чтобы тебе врач сделал уколчик, шприц купить? Мне про это много писала в своем инстаграме, потому что мне попросили... Как бы я начала писать там про роды, про беременность. И такой популярностью начала пользоваться. И очень много там обратной связи. Мне написали, что здесь в роддома без каких-то двух пакетов собранных тебя и не пускают. Как бы когда я прихожу там... Ну, конечно, дорого, но когда я прихожу, говорю, что мне с собой взять? Мне говорят, ну, ты сама главное приди и роди. То есть как бы это так. Разница в том, что... Да, пугают медициной. Я не отношусь к классу бедных, ну, как бы по их меркам, да? Ну, наверное, тогда по меркам в Беларуси как бы. Но если у тебя мало денег, то тебе там помогают всячески. То есть если ты малоимущий, то у тебя роды бесплатные. У тебя здравоохранение все равно бесплатное. То есть как бы тебе это все покрывают. Тебе помогают, тебе платят за квартиру или за дом. Когда у тебя рождаются дети, тебе даются, ну, как бы денежные субсидии на то, чтобы их кормить и себя кормить. А сколько страховка все-таки стоит? То есть если ты, если у тебя, то есть это 21 тысяча долларов в год на человека, это считается черта бедности. Сколько, подождите? 21 тысяча долларов в год. То есть если ты зарабатываешь меньше, то тогда тебе это все, ну, как бы покрывается. Ну, где-то получается 500 долларов, не 500 долларов в неделю, сколько, 400 долларов в неделю, наверное. Ну, что-то такое. Мы так неделями не меряем, но я знаю, что в США меряют именно неделями. Там и оплаты, все там, да. И это, наверное, правильно. Вот есть вот там определенная логика. Нам вот с нашим советским мышлением трудно это понять. Я общался с некоторыми ребятами, которые из США приезжают. Трудно их понять вообще, этих людей, но потом понимаешь, что вот неделя там, человек там, я в неделю зарабатываю, там, человек говорит, в такси 1000 долларов в Нью-Йорке, да. То есть 5 рабочих дней, 2 отдыхает человек, там, не напрягается, вот он 1000 зарабатывает. Получается 4, грубо говоря, в месяц умножаем на 12. 50 тысяч в год. Да, 50 тысяч в год, вот он уже не за чертой бедность. А если 21, то уже за чертой. Ну, это тоже зависит от штата, потому что в том же Нью-Йорке, конечно, ну, дороже жить. То есть, ну, как бы в среднем по стране. И, ну, как бы, если ты, допустим, зарабатываешь 25 тысяч, то, конечно, легче там убрать свои часы, потому что тебе выгоднее, чтобы тебе это все платили. Страховка. Страховка. Я не за чертой бедности, у меня есть ребенок, я плачу 300 долларов в месяц. Медицинская страховка, она покрывает вот все расходы, но скорую не покрывает или покрывает? Нет, скорую покрывает, то есть, если она у меня есть, то тогда, конечно, там какой-то... Зубы не входят туда, да, по-моему? Зубы... Или бывают разные страховки? Ну, нет, это уже с зубами, у меня зубы там тоже есть, ну, как бы они дополнительные, но они есть. Можно так примерно ваша зарплата в месяц, это вот 4 недели, если вы множите так? Ну, примерно, чтобы понимать, сколько это в процентах от зарплаты. 300 долларов этих. А я в месяц не скажу, я плачу себе 1300 в неделю. Ну, умножаем на 4. Да. Больше, чем таксисты. Больше, чем таксисты. Ну, я живу в Юте, где дешевле жить, поэтому... Ну, как бы, но так как у меня своя компания, это некоторые вещи оплачиваются из моей компании, например, страховка. Ммм, ну, вообще круто. Чем занимается ваша компания? Мы занимаемся маркетингом, ну, как бы рекламой. Мы работаем часто с благотворительными организациями, им же тоже нужно платить за фанрейзинг, за рекламу. Иногда, ну, с кем-то, кому нужно именно, чтобы было больше клиентов. БТЛ или это видеоролик, вот я, например, видеороликами занимался раньше. Нет, нет, это все разговор, это все как ивенты. Ивенты? Да. Организации ивентов, отлично. Да, маленьких, всяких маленьких ивентов. Я работаю с благотворительными организациями, просто с неблаготворительными организациями. И мы для них делаем какие-то вот такие акции, да. А есть какое-то сравнение, вот этот бизнес в США, например, вот в штате Юта. Какой город, кстати? Салт-Лейк-Сити. Салт-Лейк-Сити. И вот в Беларуси, может быть, вы с кем-то контактируете, знаете, здесь легче, там легче, где больше зарабатывают в этом бизнесе. А здесь такого нету, потому что у нас есть, я работаю, получается, это как сеть компаний. То есть у меня мой бизнес, мы работаем с людьми, которые нам поставляют клиентов. И они работают в разных странах. У нас есть эта сеть, то есть мы как бы связаны, но не связаны, понимаете, да. Как бы, ну, у нас разные клиенты по разным странам, но иногда мы посещаем какие-то мероприятия вместе, там, для повышения квалификации и так далее. Вот сейчас у нас была конференция в Майами, и туда приехали поляки. И в Польше это все очень, ну, как бы развито. И я разговаривала с одним из польских, как бы, коллег, и они очень обрадовались, ну, они думали, что я американка сразу, потом они обрадовались тому, что там, я их сестра по разуму. Из Беларуси, соседи, да. Из Беларуси, да. Оказалось, что у них в офисах работает много беларусов, потому что, оказывается, в Польше очень много беларусов. А в США что, мало беларусов? Ну, там и в процентном соотношении еще больше. И они мне сказали, что они хотели открываться в Беларуси, потому что в Беларуси высокая безработица. По их данным, они, может быть, какие-то другие официальные, но по их данным высокая безработица, маленькая зарплата, то есть было бы очень перспективно. Но они выразились, сказали, что у вас очень странные законы для бизнесов. Это мягко говоря. И поэтому они решили вместо Беларуси открываться в Венгрии. Это правильно. Я думаю, что в Венгрии законы лучше работают. Хотя в Венгрии там тоже экономика и вообще там много очень различных проблем. Но, блин, Беларусь это точно не вариант. Особенно полякам, мне кажется. Здесь, кстати, есть свои ивент-агентства очень много. Я когда работал, вот общался с многими руководителями. Ассоциации рекламных организаций здесь есть, там много компаний тоже входят. Но рынок маленький, очень маленький рынок. Вот ивенты это в том числе и вот эти, когда в супермаркетах какие-то дегустации делают. Вот много там, да. Такое мы занимались этим тоже, когда у нас агентство было широкого такого профиля. Но проблема в том, что в Беларуси может быть введен какой-нибудь закон задним числом. Вот мы, например, на моей памяти было летом. Летом вводится закон, который действует с 1 января. И все, кто, значит, там, ну это было связано с розницей, сотовых телефонов когда-то. Нужно было заплатить налог за весь этот период. То есть, а человек, там порядка 10 процентов, человек, вот у нас был партнер, он оптом занимался. У него была маржа 1-2 процента. То есть, он получается в убыток. Все продажи, ну, достаточно крупный такой оптовик был. Он поливался, ничего невозможно доказать. Это закон, декрет, указ там президента. Он сам себе может что-то написать. Такое в США возможно, чтобы какой-то закон начал действовать там с прошлого года? Даже с этим президентом, которого мы, надеюсь, не переизберем, это все равно невозможно. Нет, в США, вот в США невозможно. Ну, как бы даже с Трампом. Даже с Трампом. А что про Трампа там говорят? Трампа-рам-пам-пам, что он сумасшедший или что? Что у него американцы сами как? Ну, смотря какого американца, вы спросите, смотря откуда. То есть, кто-то из большого города, конечно, нет. А кто-то вот из глубин... Ну, как у нас, да. У нас же тоже из глубинки, конечно, да. Нет, сейчас мы теряться в глубинке тоже в сторону. Он... Не говорят, что он все-таки Путин какой-то друг, агент Кремля? Ну, считают, что да. Считают так реально, да. Агент Кремля, но помимо того, что он еще, как бы, да, такое интересное у нас. Я понял. Ну, вот если с медициной понятно, то есть, грубо говоря, 300 долларов страховка в месяц. И, в принципе, ты ни за что не платишь, имеешь еще что-то платишь. Нет, нет, нет. Ты платишь. Ты платишь. Это называется deductible. То есть, там, в зависимости от того, что с тобой произошло, то есть, какие-то... Допустим, я когда наблюдалась у врача, потому что я была беременная, то есть, там, какие-то платишь. Разница в том, что, ну, там, 100 долларов платишь за какой-то прием, где-то 50. Ну, это все зависит и, как бы, это же зависит еще от твоего дохода. То есть, они-то знают, что ты это платить можешь. Ну, понимаете, да? И там еще, это же не платишь одним разом. То есть, даже за роды я плачу из кармана, хотя страховка покрыла много. Это все платится, ну, как месячный взнос просто беспроцентный. Сколько вот, если уже про роды заговорили, сколько стоит вот родить в США, например? 6 тысяч. 6 тысяч. Со страховкой. И 12 без страховки. И если человек родился, ребенок родился в США, получаем гражданство. Да. Поэтому белорусы у меня, кстати, знакомые белорусы, которые ездят, там рожают. Да, и в Солт-Лейке, кстати, второе после Майами место, куда ездят рожать. Почему? Экология? Экология раз. И климат. Потому что часто, когда люди из наших стран приезжают в Майами, адаптироваться очень сложно, потому что там влажность 80%, 100% и на улице 30 градусов. А в Солт-Лейке сухая погода и достаточно мягкий климат. То есть там эти агентства. У меня там много было знакомых из Украины, из России, которые приехали рожать. И из Беларуси. Там белорусы как-то отдельно в Солт-Лейке, они не создают какие-то там свои тусовки, чаты. Это вот русскоязычная такая? Русскоязычная, да. Все, кто говорит по-русски, как бы это уже там одна тусовка. Одна, и помогают друг другу с работы где-то все. И как в Нью-Йорке, ребята, рассказывали в Майами, там есть такая тема. Если вот с медициной более-менее понятно мне, вот с топливом, например, да? Сколько у вас там стоит в Солт-Лейк-Сити бензин? Ну, мы посчитали, сделали подготовительную работу. У нас в галлонах, галлоны это 3,7 литра. Почти 3,8, да. Один галлон сейчас стоит где-то 2 доллара, 2,10, наверное, максимум. Потому что сейчас в мире же топливо подешевело. Подешевело, и сразу цены на заправках снижаются? Конечно, сразу же снижаются. Когда оно было дорогое, оно было где-то под 3 доллара, то в Юте, то сейчас оно 2,2,10. А в Калифорнии... Это чуть больше, чем полдоллара за литр получается. Да, в Калифорнии обычно на доллар дороже, чем везде. То есть там подороже цены. И, наверное, в нефти. Я не понимаю, почему у вас дешевле топлива, блин, чем в бедной Белоруссии, я не понимаю. Я не знаю, но я не знаю. Почему? У нас, кстати, когда цены на нефть падают, до Плинтуса цены на топливо никогда не меняются. Серьезно? Могут подрастать только на копеечку. Недавно зампредседателя Белнефтехима этого концерна сказал, что цены не растут, они изменяются. Причем они все время изменяются в большую сторону. Что это такое, непонятно. Нас пугает, что в США с медициной проблемы, это очень дорого, невозможно, что топливо тоже это все дорого. Продукты, кстати. Вы сравнили сейчас в Минске цены на какие-то продукты и в США. С учетом доходов. Похожи цены. Похожи цены. И даже если... Я помню, мы закупались, куда-то там с девочками шли, какое-то мероприятие себе организовывали. Как бы, да, я купила полную эту тележку. И я заплатила, потом, ну, как бы мне отдали деньги. И получается, что... И я еще первая мысль была, ну, я бы не купила бы там в 10 раз меньше. Я купила бы, может быть, там на 30-40% меньше, чем я бы купила бы в США. Просто разница в том, что есть магазины, где там дисконтные еды, где можно, в принципе, закупиться на 100 долларов, на семью из 4-6 человек на пару недель и нормально. А есть органические магазины, где все просто суперорганическое, супердорогое, суперпрекрасное. И за те же 100 долларов можно купить себе корзинку чего-то. Ну, так как в Москве, не знаю, все были, там есть Азбука Вкуса такие сети, очень дорогие. Там хлеб может 10-20 долларов стоить. Я когда-то, помню, купил там, да, ну, то есть мега дорого все, но типа все премиального такого качества, там, если это мясо, там, мраморная говядина, еще что-то там. Понятно, что обычным белорусам это не по карману, да. Ну, в среднем в короне или в бикси, в принципе, цены и многие вещи, они, в принципе, дороже, чем у нас. То есть, допустим, та же рыба, которая там, сальмон, это как форель. Наверное. Да, то есть она стоит здесь дороже, чем у нас, да, там, ну, какие-то фрукты, овощи, они точно, помидоры, я знаю, что точно дороже, потому что я сразу обратила внимание, что здесь килограмм стоит 3-3,5 доллара. Ну, как бы это дороже, у нас 90... Так их есть нельзя еще, это такие помидоры, которые стеклянные, да. Хорошие помидоры, вот в свое время бакиинские всякие привозят, они под 10-20 долларов в килограмм. Я рассказывал тоже друзьям в Канаде, они не верят, но они очень вкусные, мега вкусные, но очень дорогие. И нету таких помидоров, и даже если они органические, они все равно будут стоить, там, 98 центов, наверное, до 1,5 доллара за фунт. Фунт это, ну, получается, 2 фунта это 1 килограмм, ну, то есть, как бы, ну, это самое дорогое, но вообще 98 центов это такая ходовая цена. А они вкусные, они не стеклянные такие, что безвкусные бывают? У вас только ее вообще бывают помидоры? Бывают, конечно, но как бы, ну, это тоже нужно найти. Но у меня мама, она сейчас была у меня на родах, то есть, она ходила, она, наоборот, она подругам отсылала, говорит, я не понимала сначала, она говорит, петрушка пахнет петрушкой зимой. Говорит, странно. И помидоры пахнут помидорами, и там чернику я и дала, говорит, а почему чернику зимой ты мне даешь, и она тоже пахнет черникой, то есть, ну, я не врубалась. Натерина, вам говорили, вот сколько белорусы в среднем на самом деле зарабатывают в стране? 400 долларов. 400, это среднее, вы думаете, да? Не, ну, по нашим данным, это... В месяц. В месяц, это 300. Не в неделю. На самом деле 300, да, 300 в среднем, а может быть 250 в среднем даже по стране. А то, что там рисуют, это, ну, какой-то чиновник получает там 10 тысяч, понятно, его складывают там... Ну, среднее, да. Да, с 5-ю. У вас 10 яблок, у меня 0, среднее 5. То 300 рублей, да, разделили, получилось вот так вот. Вот на эти деньги, с учетом стоимости вот этих продуктов, всего остального, можно жить вообще, как вот вы думаете? С учетом бесплатной медицины, что за все заплатить надо, бесплатно только скорая тебя везет. У нас вот, ластыща, у нас бесплатно везет скорая, но все остальное ты покупаешь. Гипс, у меня как-то жена сломала руку, из машины выходила, скользко было и упала, поломала руку. Приехали в больницу здесь сами. Очень, сидишь, просто ждешь кого-то, непонятно, вот это все советского стиля разрушенные коридоры там ужасные все. И я говорю, ну идите, гипс покупайте, сам гипс купите, мы вам сделаем. То купите, это, вот это. И это уже сколько-то лет назад было, я думаю, что ситуация стала еще хуже. Все услуги платные, справки какие-то берешь. Нужно, когда на работу вот устраиваешься в США справку из психдиспансера, наркодиспансера? Не нужно ничего? Из поликлиники? Есть такая тема в поликлинике там в США? Что ты приписан какой-то поликлинике, ты с ней пацанки-то справки должен куда-то носить? Нет, нету. Точно знаю, что нет. Я знаю это, потому что сейчас у меня есть ребенок, и можно выбрать абсолютно любого педиатра. Ну, нету такого. Клюрографию не заставляют делать раз в год, и если нет, то к тебе милиция домой приходит. А у нас нету даже прививки от туберкулеза, потому что туберкулеза давно нет. Не существует. Говорят, когда я спросила, потому что я знаю, мне мама опять же это все в ухо жижала, что БЦЖ, да, это прививка от туберкулеза, я когда сказала педиатру, она говорит, у нас есть traveling clinic, ну это для путешествий, то есть когда ты едешь куда-то в Африку, в Азию и в страны бывшего СНГ, тогда тебе можно сделать прививку там от малярии, туберкулеза. Туберкулеза, это вот в ту клинику. Катерина, вот зарплаты какие вообще, вот чтобы понять, таксисты в Нью-Йорке я уже назвал, там, ты еще в неделю, да, какие там, какие-то позиции, может быть, вы знаете каких-то русскоязычных, либо... Ну, таксисты в Нью-Йорке, они 50, даже если зарабатывают, там еще вычет очень много каких вещей, потому что они сразу налоги не пласят, поэтому там, ну, меньше, чем 50. Но вообще, как бы, учителя зарабатывают мало, и, к сожалению, это зависит от штата. Ну, как бы, потому что для человека с образованием, то есть где-то они зарабатывают, там, те же 25 тысяч. Всего в год? Всего, да, где-то 30, где-то есть штаты, но в той же Юте они там 35, то есть там уже получше, когда ты хорошо долго поработал, 40 тысяч в год, это, в принципе, хорошая такая, ну, почтенная зарплата для многих, на самом деле. 50 тысяч, это уже, ну, как бы, 50 тысяч, это уже считается что-то такое хорошее. В год? Да, в год. Опять же, конечно, если ты на Манхэттене это зарабатываешь... Но ты бомж. То это, да, это все равно фигня, ну, правда. Или там где-то... Жилье у вас свое? Снимаете? Нет, потому что, вот тоже интересный вопрос, мне его все задают, я его сначала не понимала. А я уже понимаю вас, ну, рассказывайте, да. Ну, я планирую переезжать в Чикаго, зачем мне покупать сейчас дом, тем более, ну, квартиру, как бы, там не принято покупать квартиры. Квартиры арендуют? Квартиры арендуют. И в Европе арендуют, зачем вот вообще покупать? Ну, это же не земля, то есть, как бы, если я буду покупать что-то, буду покупать землю, и я хочу еще... Я много переезжала, я хочу еще решить, где я буду жить, где мне нравится. Каких местах вы уже жили? Я жила в Северной Дакоте, там училась, потом в Нью-Йорке, потом в Филадельфии, в Лос-Анджелесе, в Сан-Диего, в Аризоне, в Тусоне, и сейчас живу в Солт-Лейке. Ну, вот в Юте вам больше всего, получается, нравится? А-а-а, нет, мне больше всего. Мне очень нравится в Нью-Йорке, но там нужно, для того, чтобы жить, как я сейчас живу, мне нужно зарабатывать, ну, наверное, в три раза больше. Ну, для того, чтобы... А вы найдете там работу, там большая конкуренция в своем бизнесе? Ну, нет, работа есть, это просто, что, ну, нужно, потому что, получается, что оплата, она все равно примерно одинаковая, а стоит там дороже. Жизнь. Да, то есть, ну, пока в Чикаго, Чикаго такой третий по величине город, он, в принципе, очень похож на Нью-Йорк, я планирую туда переехать, и там вот большая белорусская диаспора. Да, ну, кстати, знаю, там у нас есть подписчик один, Борис, ему привет, дальнобойщик, он, кстати, говорит, где-то 12 тысяч зарабатывает у нас со своим траком, который в Лизин взял, катается, 12 тысяч в месяц. Ну, он уже научился по-нашему месяц нам называть свои зарплаты. Это и многие, да, белорусские, русские, украинцы, они именно, у них бизнес часто тракинг, мувинг, это очень такая мужская работа, которая, ну, достаточно тяжелая, но наши мужчины вполне с ней справляются. Соответственно, они могут стоить, 120 тысяч зарабатывать в год, это хорошие деньги. Абсолютно, абсолютно. Да, но жить надо в машине, по сути, там, почти. Ну, поэтому, как бы, американцам она не очень нравится. Даже, кстати, мужчина есть из Белоруссии, он, по-моему, из Пинска, вообще, откуда-то, с какого-то дремучего Полесья, он уехал в начале 90-х, и он создал очень достаточно успешную компанию, там, в Солт-Лейк-Сити, тоже, именно. Перевозки? Перевозки, да. То есть, ну, как бы, это тяжелая работа для них, а для нас, мне кажется, с нашим менталитетом все нормально. Вообще нормально, да. Дороги хорошие там, кстати? Да. Дороги хорошие. То есть сейчас вы видели дороги в Белоруссии? Я их фотографировала, скажу больше, да. То есть ужасное есть? Да. То есть нам говорят, что в США там пару дорог нормальных, там, автобаны и остальное, все ерунда. Это неправда, да? Нет, это неправда. Это абсолютно неправда. И самое ужасное, что сейчас даже, идя с коляской, я понимаю, что вообще, ну, в Минске, в Борисове с ребенком вообще ничего не приспособлено. Те же, те же пандусы, они есть, но нужно кому-то звонить, чтобы они заработали. Ну, как бы, эти... У меня тут написано, что Беларусь – страна для жизни. Когда-то Лукашенко сказал, что Беларусь – одна из самых лучших стран в мире. Одна. Ну, с какими-то еще несколькими странами. Это правда вообще или... Ну, я соглашусь, потому что это моя родина, и не соглашусь со всем остальным. Со всем остальным. Я очень люблю Беларусь. Я правда очень люблю Беларусь. Как страну. Ну, что такое для вас страна? Это вот люди, люди берутся. Это культура, это вот сейчас мы ехали из Минска, да, это вот эти поля, прямо этот... Такого нет в США, да? Нет, ну оно есть, но это свое родное. Конечно, есть, да, в Юте ты едешь, те же поля, но это... Березы есть там? В Юте есть. Да, прям как Беларусь. Беларусь, в Беларусь, в Беларусь, в Беларусь, я не говорю, что я там русская, я говорю, что я из Беларуси. Ну, даже если они знают, я говорю, что ребята у вас есть гугл, погуглите, а как бы у меня уже положение такое более, ну, как я руководитель, поэтому приходится и уже знают. Да, но я абсолютно не стесняюсь того, что я из Беларуси, но все остальное то, что я не могу объяснить людям, они говорят, так там дешево, если у них такие зарплаты маленькие. Я говорю, нет, у них там дорого и зарплаты маленькие. Как они живут? Я говорю, я не знаю. Как мы живем? Давайте как-то. Напишите в комментарии, как мы живем, когда в США вот все дешевле. Кстати, айфон тот же, он стоит в США дешевле даже, чем здесь, но мы с этими зарплатами почему-то их покупаем тоже. Как это? Для нас это как, не знаю, автомобиль купить для американцев. Кстати, сколько автомобилей? Люди покупают новые, бушные, вот если, как это вообще? Ну, вообще по-разному, как бы. У меня чарджер, то есть это спортивная машина достаточно. Дождь чарджер? Да. О, у меня такой был тоже. Ну, то есть как бы, ну он там сколько, наверное? Большой такой? 30, да, достаточно большой, но в то же время быстрый. 3,7 какой объем там? 3,7. Ну, у меня такой же был. Ну, вот. Ну, он сколько там, 30-35, наверное, стоил. Новый? Нет, он был немножко, там был немножко пробега, потому что, ну, как бы у них же этот депрешейшн сразу начинается, то есть глупо покупать прямо новую, потому что... Сразу половину теряешь. Да, ты сразу теряешь деньги. То есть там было какие-то пару тысяч миль на нем, и я его купила. А люди там покупают, как вот сразу все деньги занес, там как налички кто-то платит вообще за машину? Русские только. Русские, да? Я понял. Я думал, ты везде так приехал, отдал кэшем. Да нет, потому что оно-то кажется, что это хорошо, да, но так ты и кредитную историю, то есть там же все держится на твоей кредитной истории. И то есть, в принципе, ну, как бы дом купить, средний дом сколько стоит? 250 тысяч долларов, да? То есть, в основном у людей, ну, не будет 250 тысяч долларов. И твоя кредитная история, она с тобой на всю жизнь, и такие большие покупки, они для тебя хорошо, в принципе. Там же, ну, допустим, у меня машина процентов 4,5 процента. В год. Да, интереса. Мы покупали какие-то 25-45. Ну, вот, ну, видите, да, то есть, как бы, да, я это плачу, я плачу больше, чем мой месячный взнос, я его заплачу раньше, но это, как бы, неплохо. И в то же самое время, зачем платить все сразу кэшем, если я могу купить условно два дома и внести 10 процентов туда, 10 процентов туда, этот сдавать, в этом жить, и этот, как бы, сам окупается. Интересно. Вот здесь же как-то мыслят, что вот прямо оно вот должно быть все сразу. Сейчас квартиру снимаете? Да. Сколько там площадь или комнат, как это вообще считаете? Ну, у меня квартира тоже, у меня квартира замечательная. Там уже будет много парней, которые играют в юти джаз, такая баскетбольная команда. Прямо в вашей квартире? Ну, не в моей квартире, в моем здании. А, в здании. Да. Ну, там, как бы, там достаточно... Ну, в квартире прям джаз играют. Да, в квартире играют в джаз, да. Ну, там, там наверху свимин пол, бассейн, который работает круглый год, джакузи, огромный спортзал, баскетбольная площадка, студия для йоги, мангалы, ну, и так далее. Напишите потом адресок. Прижать, прижать. Ну, там действительно прекрасно. Сколько нужно платить? Полторы тысячи я плачу. Однокомнатная, только я сейчас узнала, что мы-то считаем однокомнатная, как one bedroom, одна спальня. Да. А здесь one bedroom, это то, что мы считаем студией. То есть я живу, на самом деле, в двухкомнатной по этим меркам, потому что у меня спальня и зал. Это вместе с коммунальными все вот это полторы тысячи или это только аренда? А еще отдельно какие-то расходы платят? Там, наверное, еще отдельно за газ и за электричество. Но бассейн вот это все, спортзал, это все входит, да, в полторы тысячи? Да, мое парковочное место, которое крытое. Еще парковочное место? Ну, конечно. Ё-моё. Ну, как бы, но эта квартира, она такая, ну, непростая, как вы понимаете. То есть многие в Юте живут спокойно в том же Солт-Лейте. За тысячу долларов они снимают там трех-бедром, трехспальный дом, четырехспальный дом. Это тоже, в принципе, нормально. В Москве только парковочное место столько стоит, я вам скажу. Ну, а в Нью-Йорке только. В Нью-Йорке. Ну, я думаю, что Манхэттен мега дорогой, наверное, самое дорогое место, наверное, в мире. Может, с Токио там они еще соревнуются, да? Ну, и с Москвой, наверное. Не, Москва же уже как курс упал, на два разделили. Когда доллар по 30 был, это мега дорого было просто, космос. Когда уже 65, в рублях-то цены остались, получается, что в долларах уменьшились в два раза. И уже как-то. Ну, квартира такая, средненькая квартира, в принципе, как студия, да, там считается на Манхэттене, но без каких-то, ну, совсем не крутая, будет стоить где-то 2-2,5 тысячи. То есть, как бы, это абсолютно нормально, но это своя какая-то квартира, в которой ты живешь. Если уже там что-то покруче, 4-5 тысяч в месяц. Если вы будете, ребенок вот будет плакать, например, ночью, у вас 2 месяца ребенку, да? Да. Если он будет плакать, там кто-то придет с полицией, или там раздураться, ну, потише сделайте, там, в дверь будет барабанить, там. Такое возможно, как у нас, вот такие вещи, или нет? А что здесь такое возможно? Такое возможно, конечно. Мы приходили, встречали соседи, вы что там, мы спать хотим там. Я не была готова к такому вопросу, но нет. Такое невозможно. Нет, нет. Но если я буду делать вечеринку, хорошо, не ребенок, вот пришли ко мне гости, и мы там музыку громко слушаем поздно, да? Все выпивают что-то там, шумят. Будет кто-то вызывать полицию, насколько это возможно, по закону или нет? У нас вот после 11 нельзя, чтобы шум какой-то был. Ну, там, это зависит от того, где ты живешь, то есть, если там какие-то есть законы, ну, как бы, звукоизоляция, в принципе, хорошая, то есть, я один раз, когда же я была на 9 месяце, у меня соседи просто, они там играли в какую-то приставку, они прыгали, они там танцевали, у меня прямо все колотилось, я к ним зашла, они жутко извинялись, ну, и, а потом мне принесли какие-то цветы, еще оставили открытку на двери, потому что они извинялись. Ну, как бы, ну, если бы они, у них была вечеринка, я бы не слышала, они просто прыгали. Ну, я, правда, я не знаю, как, ну, кто-то, может быть, вызвал бы, но я не знаю даже где. Не сталкивались с этим, да? Не знаю. Вот про продукты, топливо там поговорили, зарплаты, одежда, вот одежда, шмотки. Здесь гораздо дороже. Здесь дороже все. Ужасно. И мало, маленький выбор. Маленькие размеры, а высокая. Да, я вот, как высокий, да, тоже проблема что-то найти, какую-то одежду. Размеры заканчиваются, я даже сфотографировала, я начала это фотографировать все, потому что, чтобы просто показать друзьям, размеры заканчиваются на 39 размере, да, женские. Они стоят почему-то 230 рублей, это там 115 долларов, сделанные в Китае, это очень дорого. Можно на 5 долларов стоить китайское все. Ну, ну, да. А как вот 50%, 100, 200, 300, вот разница в стоимости там аналогичных товаров, если там их еще на каких-то акциях. Я знаю, что в США очень много всяких акций, дисконт там всякие. Да, много разных магазинов, сейл. Много разных магазинов, сейл. Пожалуйста, покупайте. То есть, в принципе, ну да, средние сапоги, наверное, так и стоят 60-100 долларов. Но я тоже, да, с 42-м размером ноги об этом говорю, хотя здесь я вообще его не видела. И по качеству, то есть, ну, на мне сейчас, ну, аги где-то, или уги, как вы их здесь называете. Уги, наверное. Ну, а здесь почему-то это только валенки, то есть, таких и нет. Ну, нету, да, да. Я вот пытался тоже, с размером ноги тоже проблемы 45-47, мне там в зависимости от модели какие-то подходят. И куртку вот по Минску шатался 2-3 дня, не нашел просто никакой себе куртки. Вот не смог купить куртку, не знаю, вот почему. Хотел какую-то длинную и не смог ничего, просто вообще не нашел даже модель. Мне мама то же самое говорит, и всегда, когда я приезжаю, я привожу маме кучу сапогов, сапог, привожу ей куртки. Сейчас она у меня была, она приехала с пустым чемоданом, уехала с двумя забитыми чемоданами, потому что она очень тоже удивлялась, что она может зайти и везде все подходит. Ну, да, где-то дороже, где-то дешевле, но в принципе. Белорусы вот уезжают, в том числе и в США. Ну, кстати, поляки тоже в США едут. Они же вот едут именно в США, очень много поляков, хотя в Польше сейчас уровень жизни выше. Вот если белорус захочет уехать в США, я, конечно, хотел бы, чтобы они остались здесь и помогли нам строить страну для жизни. Но если он захочет, вот какие-то есть программы, вот green card, да, что это такое в двух словах? И как вообще можно уехать? Сейчас же вели вроде как или стараются ввести, что если ты выиграл green card, то у тебя должен быть базовый уровень английского. А раньше без можно было? Ну, да, это сейчас вот. Ну, вообще, нужно учить английский. Я вообще всегда на нем говорила, конечно, даже в юности. Это было очень странно, что мы командой приезжали куда-то на соревнования, никто не тренера у нас не говорил, даже чтобы изъясниться где-то в гостинице или что-то. То есть у нас почему-то менталитет, что, ну, не нужно на нем разговаривать, хотя везде, вокруг, во всем мире, ну, говорят на английском, как на каком-то базовом, а уже на своих языках. Мне кажется, это абсолютно нормально. То есть, чтобы какая-то жизнь получилась, да, выиграть green card, уехать учиться, уехать работать, но все равно нужно на каком-то английском говорить это начало. Есть в J1, где в Work and Travel приехал, поработал, хотя бы посмотрел на ту Америку, решил, нравится тебе или не нравится. Можно это сделать, да? Да, можно это сделать. У меня племянник это делал, он вернулся, заканчивая сейчас БГУ. Можно уехать как бы по учебе, по языковым курсам каким-то, просто по учебе. То есть, ну, на самом деле достаточно. Конечно, они там тоже не дураки. Часто некоторые программы, особенно, которые там были в России и в Украине 10 лет назад, потому как бы приезжал, и 98% людей просто после них осталось. Из России и из Украины, ну, как бы они остались, и как бы там эти программы уже поприкрывали, потому что народ хорошо ломанулся. Ну, Америка же страна иммигрантов, для жизни, да. И туда со всех стран люди едут и понимают, что уровень жизни выше. Да. Вопрос. Белорусы приезжают вот в США, увидели вот по какой-то программе. Они что, могут вернуться реально, захотеть назад вот? Ну, то есть, либо вернуться, подготовить чемоданы хорошенько и обратно. То есть, ну, ты видишь, что здесь среднее 300 долларов, там среднее, там прожиточный минимум вот этот, он в разы больше, чем вот эта средняя зарплата. Хотя многие позиции дешевле, созданы условия для жизни. Здесь всегда есть пара ненормальных. Я про них слышала. Сама лично их не видела, которые вернулись. Загнивающий запах. Ну, в основном, ну, те же 98%, все почему-то как-то нашли себя, более или менее состоялись. Вообще, пока я не видела ни одного белоруса там, за которого мне было бы стыдно. Ну, правда. А они все здесь? Ну, в смысле, те, за кого стыдно, они же ленятся и встать с дивана. Вот мы говорим иногда диванные войска там. Они в диванах сидят, и это плохо, и это там. А что ты сделал? Ничего. А как ты, ну, а где ты был? Вот и у людей надо спрашивать. Да ты не понимаешь, что... Я не набежу Америку, когда ты там был, не разу. Да, ты был там, да, где-то ты выезжал, конец. Ну, я был на море, где ты был там. В России был на море в 90-х там, когда-то поплавал и уехал обратно. Все, что ты видел вообще? Ты не выезжал из Беларуси, ты не знаешь, не знаешь, что хорошо, что плохо. Ты вот живешь здесь, и тебе кажется, что... Вот уже тебе по телевизору рассказываешь, что это хорошо. Это, да, это так. Ну, я правда там Беларуси какие-то все очень... Ну, все Беларуси, которых я видела и встречала в Штатах. Вообще, причем начиная с Брайтона, когда мы там совсем туда приезжаем зелеными и работаем как-то полулегально в этих ресторанах. Брайтон Биш? Да. Русских, да. Украинских? Ну, там скорее украинцев. Ну, еврейских, каких угодно, слушайте, неважно. Ну, русских, это как русско говоря, где говорят по-русски-то не российских, а русских. И, ну, как бы, все равно все беларусы, которых я встречала, были абсолютно адекватными людьми, которые в конечном итоге чего-то, да, добились. Да, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то лучше, у кого-то хуже, но это все равно все нормально. Здесь, да, промытые мозги. И вот мама у меня в Юте, тетя пишет, из Краснодара, так что, ну, а где Катенька? Если у Катеньки есть огородик, мама говорит, зачем ей огородик? Ну, как, откуда она берет зелень? И мама пошла со мной в магазин и сфотографировала просто всю эту зелень. О, ничего себе, у вас столько. А вот нам здесь говорят в России, что, мол, загнивающий запад, едят хот-доги. Загнивающий запад. Есть вот, там вообще есть что-то загнивающее по сравнению? Или когда сюда приезжаешь, то вот нет туалетной бумаги, да, вот, если вот проблемы, может, здесь что-то загнивает или там все-таки? Ну, там, ну, как бы я, там, там нужно работать, но я так понимаю, что здесь нужно работать. Если можно зарабатывать, везде нужно работать. Да, но там ты работаешь много, и ты видишь отдачу, то есть, ну, это плюсы и минусы. Я не знаю, здесь так красиво, кругом-то уроденство, я не знаю, кто там отдыхает, но кругом просто везде. А здесь есть вылет, вот, например, 200 долларов в Египет, с перелетом туда-назад, такие бывают, туры горячие там, и полные самолеты летают. Там all-inclusive, то есть вот эта вся еда, бухлода. Ну да, потом люди дохнут, я слышала. Бывает. К сожалению, да. Так загнивающего ничего не заметили там. Ну, если можно, если поискать, то везде можно есть, бедные районы, да, в том же Чикаго, там, южный этот Чикаго, там, он знаменит на весь мир, он такой супер... Не убьют меня, если я там буду идти просто по улице? Нас же пугают, что тебя убьют просто там. Ну, на самом деле можно попасть в перекрестный огонь. Это правда. Там стреляют, что ли? Да, там стреляют. Но это как бы есть такое, но белых не трогают, потому что никто не знает, кто... Ну, понимаете, да, если поискать, то везде это можно найти. Ну, здесь тоже могут застрелить. Вот у нас грамм или банк вот на днях здесь. То есть как бы все это... Ну, ничего не взяли, да. Ну, да, но если поискать, то вы все найдете. Конечно, вы все найдете. Как бы есть люди, которые как бы, ну, бомжи, да, там, бездомные, которые просто, они не хотят ничего. Ну, тоже в Америке они не хотят. Они специально едут в Калифорнии, потому что там лето круглый год, спят на пляже, там, занимаются серфингом каким-то и просто... Бомжи занимаются серфингом в Калифорнии. Хрена себе. Нашим и не снилось. Ну, они там сидят, ну, курят, что-то они там... Можно курить же в Калифорнии, да? Да, да, можно. А там, кстати, не во всех штатах, но у некоторых марихуана... Ну, курят во всех, наверное. А, курят во всех. Просто не везде можно возить там что-то такое. Ну, в большинстве она уже медицинские разрешена. Как вы считаете, вот, как белорус, который уже в США, это нормальная тема, что курят и не сажают за это? Ну, конечно. Здесь просто по 10 лет в среднем дают. Я слышала. Ну, как бы я сама не курю, но это абсолютно нормально. Как бы многих людей действительно по медицинским показателям... Даже они и не курят, они там что-то... Ну, как бы еда, куда добавляются эти CBD, массажи эти все, они абсолютно везде нормальные. Ну, все хорошо в меру, правда. Значит, загнивающего Запада нет. А вот расовая вот эта проблема, черная, белая, там вот сталкивались вы с этим, как это есть? Есть какие-то проблемы? Есть, ну, конечно, есть. У нас нету черных, у нас даже вот эти кавказцы не приживаются особо. Племянница черная? Да. Белорусская? Да. А как она почернела? Почернела она, потому что папа у нее с Ямайки. Папа с Ямайки. В Белоруссии я майку 5-0. В Курасовщине живет, да. А, то есть она живет в Белоруссии? Да. В Курасовщине? В 8 лет. Ну, пока здесь, да. Ну, это единичные случаи такие. Хотя сейчас у нас очень много индусов учатся, много приезжают всяких студентов иностранных, и они, как правило, потом, если семь не создают, то дети остаются по-любому здесь. Ну, знаете, кстати, пара была, когда я училась, пара была знакомых черных парней. Один, кстати, там чуть на Евровидение от Белоруссии не уехал, и он сейчас живет в Нью-Йорке, а второй живет в Торонто. И, ну, как бы мы общались, это вообще было все по студенчеству, ну, правда, эти все там тусовки, и они просто били себя кулаком в грудь, говорили, они любят Белоруссию, это так, ну, они... Черные любят Белоруссию. Черные, да, они любят Белоруссию. И в конечном итоге они уехали, потому что они сказали, что, ну, стало очень тяжело, и они уехали, они не уезжали специально, они уехали за последние, наверное, 5 лет. Хуже стало. Да. И они, причем, были большими патриотами, чем люди, правда, ну, честно. Коммунистическая причина, по которой рабовладельцы так называли... Я даже не буду говорить это слово, я не могу. Нельзя, да? Да, нет. Ну, это действительно, они их так называли в очень оскорбительной форме, поэтому... На школе так учили, вот, говорить. Я знаю, в Америке, даже у самых-самых белых, всегда есть какой-то черный племянник, какой-то мексиканец, где-то куда... Мексиканца много же, да? Да, ну, конечно. Ну, потому что кто-то где-то женился, кто-то где-то вышел замуж, и в итоге получается, что это все... То есть даже... Даже если ты кого-то недолюбливаешь, ты это назвать, что я там ненавижу черных, я... Даже те люди, которые голосуют за Трампа, они уже, наверное, такого и не скажут в своем большинстве. Понимаете, да? Ну, как бы... Даже если ты их не любишь, ты не будешь кричать, что ты их ненавидишь. А как вот если я хочу обратиться там... Черный, подойди ко мне? Ну, зачем? Ну, по имени, можно... А я не знаю, как его зовут, как мне сказать, эй, чувак там... Если я скажу по цвету, это будет проблема, да? Что я белый ему сказал, черный. Ну, как ты толстый, иди сюда. Представьте, вы тебя... У нас, как говорят на улице, легко там, толстый, иди сюда. И знакомые постоянно говорят, и никто не обижается. Ну, это если знакомые, как бы это же... А если знакомые, то можно сказать, вообще там снежок там или какой-то? Да, это если знакомые, вы шутите, это одно, когда там... А я слышал, что черный, можно шутить там насчет черных, вот что он там... Нигер там, иди сюда, или еще что-то. А вот белым так нельзя шутить. И вот я, когда был в Германии, тоже с евреями там общался, который нам экскурсии поделил, он говорит, я могу там чуть ли не хвалить там Гитлера, да, в Германии. Вот потому что я еврей, мне можно. А если это сделать, то это другой, всю эту тюрьму, прям срок, то есть. Ну, смотрите, если вы будете говорить, допустим, у вас есть братья или сестры? Меня нет. Нет. Хорошо. Ну, какой-то родственник там, кузен или племянник, да? Вы тебе говорите, что он там условно не очень хороший, да, говнючок такой какой-то. А если я об этом скажу я, вы же обидитесь? Ну, это ваша семья. Ну, такой племянник. Ну, хорошо, ну, жена, да, ну, там условно, но это когда это... Конечно, конечно. Ну, это то же самое. То же самое. Мне просто товарищ, который в Торонто живет, тоже в Беларус много лет назад уехал, он говорит, приезжай в Нью-Йорк, неприятно, вот когда этих видишь черных, которые там, вот это не те черные, которые в Париже, например, вот европейские, да, вот эти черные, они культурные еще, а эти вот прям с тобой всегда нагло разговаривают с позицией, что вот все белые виноваты в том, что случилось с черными, что вот они их рабами, там, вот у него такой чём, он мне тут рассказывает, постоянно, когда ездит в Нью-Йорк, говорит, вот прям неприятно с ними. Где он с ними общается? Просто на улицу, наверное. Ну, на улице, на улице, там сумками условно торгуют африканцы, в принципе, то есть как бы, да, там нагло тебе пытаются втюхать этот Луи Виттон за 2 доллара, за 5 долларов. Это подделка? А роликсы вот эти-то тоже всегда подделка на улице, да? Или могут быть какие-то, сняли с какого-то упакованного продают? Нет. Как бы это одни люди. Люди, которые живут даже в трущобах в этих, это проекты, называется на Манхэттене, в принципе, там уже столько охраны, там всё так почистили, что, в принципе, даже уже такие странного вида молодые люди, в принципе, вполне адекватны. Это же всё равно интеграция, даже если они живут в трущобе, они живут в трущобе на 5-й авеню. Понимаете, да? И они видят, как какая-то жизнь, и очень многие из этого вырываются. То есть у меня много знакомых чёрных из Нью-Йорка, которые стали финансистами, наоборот, очень образованные молодые люди, очень успешные и так далее. То есть, как бы, то, что их специально заселили в трущобе, там их ещё дедушек, бабушек и прабабушек, это, конечно, сказалось, но очень многие из этого хотят вырваться, и слава богу, в Америке это всё условия позволяют. То есть люди есть разные, чёрные и белые. А американцы понимают, что они индейцы, там уничтожат вообще их. Там они ещё и остались индейцы в резервации. Они сами понимают это или нет? Это так тяжело. Или они так отбрасывают эти мысли? Не отбрасывают. Но я, так как я жила в Северной Дакоте, там, кстати, очень много резерваций. туда же их отправили. До сих пор. Их туда перекинули, потому что исторически они все были на восточном побережье, и их, это называется тропа слёз, когда их силой заставили буквально переехать в центр страны, где практически, ну, нежилая земля, в очень холодные эти штаты. Оклахома, Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана, там куча резерваций. И, да, это, я просто знакома со многими индейцами, да, Native Americans, и я с ними действительно лично знакома. Я была на резервациях, я была на их Пауау, это их представление. И, ну, это страшно, потому что они на самом деле гораздо более гнобимы, чем какая-либо другая раса или культура. На резервациях это как развивающаяся страна в развитой стране, оттуда очень тяжело вырваться, там очень много алкоголизма, там очень много преступлений. Единственное место в Америке, где есть бродячие собаки. Но они, вот, индейцы не могут просто так взять оттуда уехать, куда-то жить, вот как обычные американцы. Могут. И многие уезжают. Но к ним отношение какое-то плохое, к индейцам? Нет, когда уже где-то, нет, уже это все осознано, оно на резервации. То есть, оно так задумано, что если ты живешь на резервации, тогда тебе государство платит какие-то субсидии. Если ты с него уезжаешь, то эти субсидии заканчиваются. Ловушка такая, да? То есть, это, да, такая маленькая ловушка. Потом у них большие семьи, семьи говорят, а что ты, куда ты поедешь, зачем тебе тоже Чикаго, что ты пытаешься сделать? В принципе, когда они уезжают какие-то города, там все нормально, но есть такие штаты, как Нью-Мексико, где тоже куча индейцев, куча резерваций, и там очень все бедно на самом деле. То есть, хотя он с Ютой граничит, Юта очень богатые штаты, Нью-Мексико очень бедно. Вот этот во все тяжкие сериалы смотрели, вот это очень такое похоже, что там происходит. То есть, это, ну, там очень... И когда послушаешь бабушек, дедушек индейских, когда они рассказывают про эти школы, где их сгоняли, где там их били, насиловали и так далее, то есть, ну, это страшные вещи, в которые тяжело поверить, но опять же, они остаются на резервациях. Сами американцы, вот не индейцы, а вот американцы, понимают, что они сделали с индейцами? Они чувствуют эту вину или вообще не запариваются? Смотря... Это опять же, это зависит от человека. Зависит от того, потому что... Ну, вот вы уже как чувствуете вину за индейцев? Ну, я просто, я их знаю, я чувствую. Я понимаю, что это ужасный геноцид. Я видела, как у меня есть очень хорошая подруга, которая все уезжала из резервации, в итоге она не смогла оттуда уехать, и она осталась, да, она там преподает, она еще там делает кучу всяких вещей по химии, по биологии, но это... Катерина, вот если еще сравнивать Беларусь и США, вот какие еще вещи там, может быть, там не только продукты, там топливо, что еще бросается в глаза? Вот как сравнить вот этот уровень жизни? Какие-то позиции, может быть, что-то еще, как туалетная бумажа, как еще что-то в сфере обслуживания, может быть, еще что-то? О, да, давайте про сферу обслуживания. Ну, это... Ну, здесь же есть тип, да, как это, когда чаевые оставляешь, да? Ну, это так интересно, что очень часто приходишь, с тобой даже не оздороваются, тебе просто кидают меню, часто... В ресторане. В ресторане. а цены вот покушать в обычном каком-то кафешечке, ресторанчике в США и здесь в Минске, вы заметили, что это, наверное, примерно одинаково? Часто похоже, да. Это жесть вообще. Причем меню тебе бросит вот так, Причем меню тебе бросит, Причем... Хостас там есть вот эти, которые встречают, люди? Да, да, да. У нас же часто этого еще нету, да? Да, и они там в телефонах здесь сейчас. Да, я знаю, там. Да, ну, там, может, там, туда пройдись, там, да. Ну, там, за углом, да. Да, ну, не во всех, конечно, но, да, часто... Боже... Когда ты... Ты сам сервис... Когда ты просишь, там, кетчупа, то как будто бы этот кетчуп зарплаты высчитывают. Я не знаю, ну, как бы... Ну, да, сам сервис, он такой... Вот мы сейчас зашли в кафе у вас, я не буду его назвать. Вроде бы, да, вкусная, да, как бы дешевая, но мы же в Гомеле. Ну, пришлось там просить сметаны. Мне ни разу даже не улыбнулись. Мне ни разу... Ну, как бы, нужно было с ними говорить. Ну, вы дали типсы все равно или нет? Оставили? Супруг платил, я не знаю. Мне кажется, что нет почему-то. Как-то за такое не хочется и платить, да? Ну, конечно, но как бы это же должно быть за сервис. Ну, да, это часто. И даже сами рестораны, то есть мы ходили в достаточно... Мы заплатили за ужин 150 долларов на четверых. То есть достаточно хороший ресторан в Минске, да? Ну, мне кажется, да? И, в принципе, там даже для детей ничего не предусмотрено и даже нету там лифта или какого-то пандеса. В США всегда есть для детей что-то во всех. Ну, а если ты инвалид, как бы как же ты на коляске проедешь? А если ты инвалид-миллионер, почему? Вот я знаю один ресторан, куда мы участвуем, в Минске ходим, там крутая лестница на второй этаж, там точно нет лифта никакого. То есть их бы засудили, вот если бы приехали? Просто засудили бы. Ну, это неправильно. А может быть, там охранники его поднимут с коляской? Ну, это все равно плохо, да? Ну, вероятно, но как бы... Ну, правда, ну, везде есть какой-то пандус, везде можно как-то куда-то заехать. Ну, а как если человек сломал ногу? Как он пойдет в ресторан? То есть в Беларуси нет вообще никаких условий для вот таких групп, для инвалидов, для матерей, значит, которые с маленькими детьми, я там катаюсь, коляски, да? Сейчас живу здесь с ребенком? Ребенок здесь, в Беларуси. То есть видите, что коляску невозможно спустить с бордюра нигде, да? Вот это видите? Что в подъезд там еще куда-то, это невозможно, да? Да, да, да. И даже, ну, как бы интересно, очень много именно съездов, даже на светофоре нету, то есть как-то нужно ее сносить. Ну, где-то есть, где-то нету, это странно. Саша такого нет вообще? Ну, везде можно съехать, конечно. Везде. От слова совсем. А как на велосипедах там катаются люди? Много? Больше, чем здесь? Меньше? Больше, наверное. Ну, да, больше, чем здесь. А климат вот Salt Lake City, если сравнивать с Минском, как он? Времена года там? Времена года, да, четыре времени года. В принципе, ну, у нас снег в горах, конечно, в горах катаются на лыжах, на сноуборде прямо до лета. Salt Lake в долине, то есть там в основном плюсовая температура, очень такой мягкий достаточно климат, сухой, то есть невлажный, это все легче переносится. И я заметила, что темнеет гораздо раньше здесь и как бы и светлеет гораздо позже здесь. Ну, то есть как-то там посветлее. Ну, а так. А вот если в горах, может быть, катались или, знаете, скайпас вот на этот на день сколько стоит? О, это дорого. 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 Это, по-моему, на ски-лифт он стоил, по-моему, 120 долларов. Но Park City это как Куршевель, то есть там проходит Sundance кинофестиваль, куда съезжаются все знаменитости. Сюда крутое место там, да? Очень крутое место. Туда прилетают прямо все, ну, как бы из Калифорнии, из Нью-Йорка именно туда ездят кататься на лыжах. Там и инфраструктура создана, можно разместиться не так, как у нас в Логойске или где там один ресторанчик, кафешка, который тоже там иногда закрыт. Я не была в Логойске, вот эти раубичи, силичи. Ну да, там это Олимпийская деревня, там проходили Олимпийские игры в зимние. И сейчас мы опять пробаллотировались, вроде как победили Денвера, это Америки пока представляем против кого-то там. Олимпиада. Зимнюю Олимпиаду, да. Круто. То есть там вся инфраструктура, ну там вообще Парк Сити основали Швейцарцы, очень похоже на Швейцарию. Знаю, кто был. Те, кто был. Белорусы немногие могут сравнить Швейцарию, там еще какую-то страну. Ну да, ну хорошо, ну то есть там но я был пару раз. Да, там все очень красиво. Понимаю, как это выглядит. Все красиво, все хорошо. Чтобы вот Беларуси построить страну для жизни, реально, вот для людей, чтобы все было. Понятно, что может сразу у нас таких зарплат не будет, как в США. Но вот что нужно изменить, как вы считаете, вот человек, который любит свою Беларусь, приезжает иногда и вот окунается после США сюда, вот во всю эту инфраструктуру нашу, во все это взаимодействие с людьми. И что вы считаете, Катерина, вот нужно изменить здесь, чтобы мы реально начали уже строить эту страну для жизни в Беларусе? Знаете, мне кажется, во-первых, многие эти государственные какие-то вещи, они должны перейти в руки частников, потому что даже здесь, в Беларуси, то, что в частных руках, как-никак, даже в том же Борисове, оно все равно гораздо лучше, потому что люди об этом заботятся, это все равно их, ну, понимаете, даже какие-то было частную собственность, чтобы была частная собственность, потому что... Не угрожало ничего им, да, чтобы это вот, человек открыл ресторан, то это его ресторан, у него никто не заберет, не поменяет законодательство, там, завтра, и все будет нормально. Потому что даже, даже в Борисове, где, ну, когда оно свое, оно почему-то гораздо лучше, там, даже какие-то кафешки, какое-то что-то, оно все равно достаточно адекватное, на удивление, потому что люди об этом заботятся, это раз. Во-вторых, конечно, здесь люди все равно как-то стараются что-то там изучить, но у нас как-то должно быть какая-то культура, что, ну, мы должны учить языки, пускай это будет не только английский, но там испанский, чтобы ездить и понимать, а не просто ездить, как вы говорите, в какие-то туры, ну, на повышение квалификации, абсолютно нормальная вещь, чтобы возвращаться и что-то приносить сюда получше. В основном, кто уезжает, 98% и они остаются там. И все переносят туда, это обидно, и я в том числе, как бы получается, потому что сейчас уже переехать сюда, и как-то что-то... Почему вы не хотите здесь строить страну для жизни, вернуться? Знаете, наверное, и не получится, потому что я понимаю, что бизнес там, я сейчас открываю еще один в Сен-Луисе, еще один в Чикаго, то есть у меня уже пошло, и, ну, я там должна быть, в принципе, то есть как бы мне тяжело, мне тяжело всегда приезжать с ребенком и понимать, что я не могу даже никуда сходить. Частная собственность, окей, что еще надо поменять? Что еще? Законы, мне кажется, очень много законов, которые давят на людей, которые просто... просто бюрократия. Так у нас тут есть в парламент постоянно какие-то новые законы выводят, поправки, президент еще указы, декреты постоянно выпускает, и все равно лучше не становится. Ну, может быть, тоже стоит поменять что-то в правительстве, да, потому что... Президент новый нужен, 26 лет, сейчас он, кстати, еще на один срок идет, 31 уже скоро будет. Но как это вообще легально, я не понимаю. Я не знаю, он поменял конституцию, ну, то есть было раньше два раза только можно было. Так он ее поменял в моем детстве еще. Да, и он еще из вашего детства, теперь в детстве других людей тоже... Ну, так как в этой же абсолютно неправильно, мы же не в Африке, мы же не в Азии, чтобы у нас... Ну, телевидение говорит, что это нормально, потому что... А что вы хотите какого-то другого, будет хуже, будет как в Украине, они говорят. Откуда мы знаем? А как в Украине, вы знаете, кстати? В Украине, ну, как бы... Знаете, за что уважаю украинцев, что они ничего не боятся. Они ничего не боятся, и они иногда, конечно, поделают делов, но у них, по крайней мере, что-то куда-то все равно идет. Ну, правда. Беларусы боятся, да? Беларусы боятся. Беларусы боятся, беларусы говорят. А вот в Минске, в Борисове увидели, там, может, общались с людьми, они начинают бояться, если там какие-то вопросы спрашиваются, про президента, что-нибудь там, или еще что-то. Они не прячутся, как страусы в песок, вот так... Как у вас, когда вы им задаете, я же без камеры задаю. Вы увидите, да? Мне говорят, ну, Катя, ну, что ты? Ну, сначала некоторые люди мне рассказывают, как здесь хорошо, потом я, я поэтому начала фотографировать там те бордюры, тот асфальт, то, как там паркуются люди на пешеходном переходе почему-то, да? Суша такое возможно? Нет, конечно, потому что это нелегально. Тут проблемы серьезные. Как-то с коляской невозможно пройти, у них еще дети, что вы такое делаете, да? как бы, я это, как паркуются люди, что выехать невозможно. Вот я это тоже выхожу, фотографирую. Ржавая вода, которая пыталась помыть голову. То есть белорусы начинают убеждать, что здесь страна для жизни? Часто, а потом я показываю фотографии, чуть-чуть, а потом я начинаю показывать фотографии, мне говорят, а, ну да, ну что ты, ну и смеются, ну-ка, ну, ну, что ты хотела? У вас там загнивающий запад. Ну, как бы, уже не так, как бы, но все равно как-то какая-то видимость. Я же говорю, я не ненавижу Беларусь, я люблю Беларусь, но это неправильно. То есть, вот это вот разница, что там какие-то эти дома в дроздах, а вот у вас тут буквально за окном какие страшные девятиэтажки. Девятиэтажки и частный сектор там разваливаются. Панельные, разваливаются. Бабушки живут в областных центрах, там можно сказать, что они в Солтейт-Сити живут, а у них такой сарай. Да, и когда я рассказываю, что там нормально, что пенсионеры, как бы, ну, пенсионеры переезжают либо в Южные Штаты, потому что, ну, как бы, ты старше, тебе нужна помягче какой-то климат, или переезжают в Коста-Рику, на меня белорусские пенсионеры смотрят с ужасом и говорят, ну, а мы на дачу ездим, говорят они. То есть, как бы это... Вкалывать еще, потому что прожить на эти копейки, пенсию, там, сто чем-то долларов они не могут. Ну, конечно, это ужасно. Как вы вообще впервые увидели наш канал? Что это, как это произошло? Господи. В США? В США. Мама приехала, но это было буквально, когда, наверное, месяц назад, полтора месяца назад. То есть, благодаря маме я там начала смотреть какие-то русские каналы по Ютубу. Она узнала про Ютуб, я узнала про русские программы и потом ваш замечательный, прекрасный ролик с чудесной женщиной из Добруша. А вот с этой? Вот, да. Вот этот вы первую видели? Да, да, да. И как-то так получилось, что где-то мне Ютуб предложил посмотреть на чудесную женщину из Добруша. И я это посмотрела вместе с мамой и, ну, немножко офигела, скажем так. И потом я поняла, что это целый канал, я думаю, это просто так, кто-то снял. И потом мы начали это смотреть, причем, как бы, ну, не отрываясь, и мы посмотрели очень много выпуска. с мамой подряд и все. как вот такое возможно, чтобы мэр показал фигу кому-то, вот, предпринимателю своего района. Что, они еще снег косили, что они там делали? Снег, траву там, зимой так косили, ветки срезали, чтобы, когда приедет президент, на общем плане, более-менее прилично было. Вообще, понимаете, вообще невозможно. Есть всякие люди, опять же, кто-то лучше, кто-то хуже, но то, что ты, как политический деятель, ты все равно должен быть как-то там для народа. Ты, ну, абсолютно не, даже если ты условно не самый лучший человек, там, да, ну, как бы, их же много, но все равно так нельзя тебе, там, ты не выживешь там. Там избирают мэров или их назначают? Избирают. То есть люди, граждане, там какие-то выборы, они пришли, галочки тоже поставили, там, бросили в урны, там все. Конечно, ну, да, там, и это тоже большая проблема. А у нас назначают, то есть это вот человек, которого нельзя переизбрать, он сам себя переизбирает, он назначает этих людей. А потом я взгляну ролик с Лидой Ермошиной, замечательный. Жесть. Да, ну, как бы, что это так? Там, где они, признание секретаря, может быть, комиссии, которые говорят, там мы вкидываем все время, мы там подписываем. То есть даже если кто-то так сделает, в этом вообще никто никогда не признает. Понимаете, да, это как бы, ну, потому что ты полетишь сразу, это невозможно. А вообще там они знают что-нибудь про Беларусь? Вот реально именно про Беларусь, что у нас диктатура наш бренд, это заявляет сам президент, там его пресекретаря. Диктатура наш бренд. Бренд, это бренд. То есть вообще диктатура, это нормальное дело, может быть? Нет, это не нормальное. У нас возвели эту уже в путь. Когда я говорю, что диктатура, то в шоке, я говорю, это не азиатская диктатура, то есть как бы, но это не северная Корея, как бы, но я объясняю. В принципе, но вот Инстаграм очень сильно помогает, потому что, когда я там первый раз ехала, я там что-то постила, второй раз, а сейчас американцы говорят, пожалуйста, пости больше там сториз, пости больше, потому что нам интересно. А вот у нас есть несколько роликов, вот мы один ролик, значит, полторы минутки всего перевели на английский язык, титры, субтитры сделали английский, там что вот я, там еще другие блогеры, там кандидат президент получил сутки за то, что участвовал в митинге за защиту независимости суверенитета, то есть за вот это один получил 120 суток, я 30, а один 45 там. И мы говорим, что это незаконно, и еще незаконно, что мы часть отбыли все наказания, а вторую часть нас не сажают, чтобы когда какое-то будет мероприятие, либо можно было, и потом еще нас посадить. Вот это вот. Можно это американцам показать и спросить, вот просто люди, как они думают, что это такое, Беларусь, такая страна, вот такие штуки происходят. Просто хочется их мнения, американцы, которые, например, вообще ничего про наш что-то не знают, вот чтобы они посмотрели этот ролик, и вот их эмоции, впечатления, их вопросы, что-нибудь говорить, мне очень интересно. Каким-то знакомым можно будет взросить? Я могу это запастить, посмотрим, что там. А про страну очень хорошо, у нас есть интервью со Станиславом Шушкевичем, тоже мы английские субтитры поставили, он там сравнивает и с другими странами, мы общаемся. Вот тоже, может быть, кому-то из этих уже, кто будет интересен, чтобы он разобрался, что это за страна, то есть, немножко послушали, может быть, там нужно в парламент куда-то им взросить, они думают, сюда же приезжает Помпео, руки жмёт этому диктатору, там, да, то есть, как бы, они вроде бы с ним начинают дружить против России, но у них интересы свои, там, да, геополитические, Беларусь, вот она туда-сюда, они готовы разговаривать, получается, и европейский парламент с нашей страной, хотя наш парламент они не признали, вот сейчас не приехали даже к ним на встречу, потому что выборов не было, вот мы фиксировали на выборах, там, явка 15%, вырисует всем с чем-то и все запровластных, ни один независимый или оппозиционный кандидат не прошёл, ни один нигде в стране вообще не прошёл, стерильный парламент полностью, все хлопают, можно, да, вот хочется посмотреть, что американцы вообще, а или им вообще, в принципе, то, что там за пределами где-то США, на другом континенте, вообще плевать, или, или как бы так, ну, да, да, и всё, как вот они всё время спрашивают, как дела там, хаваю, ну, это как приветствие, приветствие, ну, у нас, как бы, понимаете, тоже в Америке с нынешним президентом, как бы, наше поколение, именно молодое, ну, мы очень, как бы, взволнованы вот этими вот выборами, я там слышала, что Бёрни Сандерс там не прошёл, у которого папа из Беларуси, кстати, можно его в кандидаты, как-то сюда. А можно с ним интервью записывать? Беларусы в Америке, да? да, да. Ну, как бы, мы все волнуемся там, на самом деле, из-за Трампа многие волнуются, потому что это старшее поколение, конечно, проголосовало, и сейчас, если там, ну, сейчас именно все молодые, наверное, до сорока, кричат, что нужно идти на выборы именно там, потому что, если он ещё раз победит, то это, ну, как бы, совсем нехорошо. то есть, как бы, просто сейчас все очень озабочены, это же тоже выборный год. А вас так не шутят, как вот у нас, надо у пенсионеров забрать паспорта, когда выборы, потому что они дурацкие, шутят тоже, да, потому что они такие дурацкие иногда, ну, не думают, у нас на пенсионеры пришли, спрашивают, за кого голосовал, ну, за этого у него лицо мне на фотографии понравилось, то есть, вот так, реально так вот много бабушек, не разбираюсь, ну, симпатичный, фамилия понравилась, птичья, девушка никогда за гранта не голосовала. Вот она правильно, как сразу увидела человека. Катерина, мы можем потом, вы когда уедете в США, вот, показали все-таки, если уедете сюда, показали вот этот ролик американцам, и мы, может, там по скайпу включение какой-то, когда-то сделаем, просто поговорить, что, какие у них эмоции, вот просто хочется понять немножко людей, как они вот отреагируют на то, что у нас в стране такие вещи творятся, какие они дадут комментарии, там вот. Ну, можно попробовать, почему нет, в принципе. Очень хочется посмотреть. Можно попробовать. Ну, будем надеяться, что белорусы, белорусы в этом году уже сделают свой выбор, не побоятся, и у нас что-то поменяется, и мы сможем построить страну для жизни. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова